здравствуйте друзья доброе утро 10 дней назад очень своевременно прямо перед то что называется long weekend то есть labor day когда не два выходных а три на понедельник приходится третий и вся страна садится на колеса и куда-то чешет во всяком случае больше народа чем скажем в понедельник или в обычный уикенд уикенд люди ездили бы куда-то там вот здесь они едут больше людей на дороге и были опубликованы данные о смертности на дорогах на хайвеях страны то что получилось что в 2015 году в 2015 по сравнению с 2014 пони начата на 7 с лишним процентов а выросла смертность за один год на 7 процентов 7 7.2 процента погибло 35 тысяч девяносто два человека в соединенных штатах на дорогах это не включает людей по которых которые покалечились которые там не знаю месяцами по госпиталям там и так далее это я думаю можно легко на 10 умножить это не включает тех которые чудом остались живы и бывает что и без царапинки я когда занимался страхованием такие истории иногда случались вот допустим машина человек потерял сознание девочка молодая с диабетом потеряла сознание за рулем ее вынесла с хайвея машину нашли там метрах 30 от хайвея а ее еще в 50 метрах от этой машины неизвестно ни царапины но там может быть пару ссадины все вот просто я к чему рассказываю что это 35 тысяч девяносто два человека которые реально погибли они еще знаете что там когда смертность подсчитывают я не не уверен как они это делают в автомобильных катастрофах когда подсчитывать смертность а вот например когда в страховании жизни они подсчитывают смертность и говорят от чего умер человек он должен умереть вот от этой причины допустим в автокатастрофе в течение определенного количества периода времени я я боюсь соврать там ну ну допустим 100 дней или 30 дней то есть если он умер больше чем через 30 дней то это считается что он не от этого умер а еще от чего-то умер но вот не не по вине вот этого вот то что там произошло поэтому я к чему это рассказываю просто потому что вы понимали некоторую относительность этих данных но в целом в целом поскольку они каждый год так подсчитывают то понятно что когда мы говорим про 7,2 процента это достаточно последовательный результат дальше есть данные за первые шесть месяцев 2016 года и если их сравнить с шестью месяцами предыдущего года первыми то мы имеем еще больший рост девять процентов девять процентов и прежде чем я вам скажу из-за чего это происходит по каким причинам я вам предлагаю на секундочку задуматься что случилось то чего рост то такой вот и если вот я просил себя скажу то когда цифры кейти увидел я остановился на секунду я сказал хорошо что это может быть наверное вот растет за коллег подрастает молодежь больше людей за рулем которые там сидят и месседжи друг другу шлют или там посыл фоном или там в игры или покемоны я не знаю что но вот молодняк вот такой более безалаберный значит подтягивается и хуже себя ведет на дороге теперь официальное объяснение значит официальное объяснение такое что есть много факторов но мы понимаем что действительно есть много факторов с одной стороны страна достигла тоже называется full employment соответственно больше людей на дороге едут на работу и действительно молодежи больше на дороге который едет на работу когда в стране хорошо с занятостью много молодняка а это повышенный риск водители просто движется куда-то на работу до безусловно дешевизна хайп бензина приводит к тому что люди больше миль наматывают им дешевле ездить соответственно они больше времени проводят на дороге они может быть устают больше и так далее то есть у них как бы возможность так сказать подвергнуться чему-то такому растет а теперь возвращаемся к цифр ком который вам всем понятный нам нам всем понятны и в общем по-своему любопытны значит когда мы смотрим на статистику смертности вызванной человеческими ошибками иногда бывает что но случилось так я не на дерево упал это одна история но вот когда мы говорим о том что произошло по повине людей которые за рулем и что мы имеем значит езда с повышенной скоростью с превышением скорости 28 и 8 десятых процентов примерно то же самое 30 и 9 десятых процента это на подпитие люди то есть они были за рулем выпивший примерно столько же 29 и 8 десятых процента то есть так примерно все по тридцать ничку идут значит 29 и 8 десятых процентов это люди которые не были пристегнуты как интересно и это в америке где люди очень аккуратно пристегивают я вот я просто думаю о других странах делать не принято пристегиваться вообще и и только десять с половиной процентов десять с половиной процентов это отвлечения всевозможные может быть они там под музыку подтанцовывали там за рулем может они месседжи текст или может быть они там со своим смартфоном что-то такое вытворяли я не знаю может быть там девушка спешила на работу и там губы подкрашивала глядя в зеркало заднего вида и так далее ночи вот на это все приходится всего десять процентов как бы все вместе отвлечения так что я не думаю что чего-то бы такое неожиданное здесь увидели в этой статистике но я я полагаю что вот этот вот фактор отвлечения то что он всего десять процентов он на многом говорит то есть на самом деле если следовать самым простым правилам да то есть скорость не превышать значит на подпитие за руль не садится и ремешком пристегиваться то 90 процентов всех смертей можно было бы предотвратить я я не говорю о том что да бог с ним там тексты эти свои месседжи нет конечно 10 процентов от 30 тысяч это три тысячи три тысячи человек могли бы жить это тоже тоже достаточно большая цифра ну а вот растет растет статистика и поскольку я сам на дороге то мне вам хочется сказать ребята давайте будем водить аккуратненько ладно чтобы не не получалось никаких от этого дела неприятности не только упаси бог там смертельные исходы но но даже даже побиться даже автомобиль повредить вообще вот вся эта дрянь никому не нужно поэтому мы не можем контролировать других людей которые тоже на дороге вместе с нами но за себя то мы можем ну как сказать отвечать да и можем и должны и будем отвечать случае с чего поэтому вот такой у меня к вам призыв счастливо